Свою первую годовщину отметил Центр женского предпринимательства в Актубе. Он заработал на площадке региональной палаты предпринимателей. Десять женщин с предпринимательской инициативой получили сопровождение от сертифицированного ментора и смогли начать свое дело. Лейла Ауесова побывала на презентации успешных проектов. За каждой историей успеха стоит долгий и упорный труд. Многодетная мама Асимгуль Хайрахпаева открыла в городе столовую и обеспечила постоянной работой еще 10 женщин. Теперь в планах бизнесвумен запустить две пекарни и продавать актюбинцам свежий домашний хлеб и сладкую выпечку. Я жила в поселке, пыталась заниматься там бизнесом, но у меня ничего не получалось. Приехала в город, прошла обучение в палате предпринимателей и сейчас у меня все хорошо. Я одна воспитываю детей, а до обращения в центр доход семьи составлял 175 тысяч тенге в месяц. Но с помощью ментора я смогла увеличить прибыль до 5,5 миллионов тенге. Интересный проект у Гульнур Баймукановой. Молодая мама дает консультации по грудному вскармливанию и даже запустила свой авторский марафон релактации. В центре ей помогли правильно выстроить работу и разработать план для дальнейшего развития бизнеса. Она очень сильно помогла мне Кульбашна Успаевна. Это мой ментор. Мы вошли в десятку менти ее, и она в этом нам очень помогла. В данный момент очень много женщин, которые мне помогли лично. Мы переводим с полного искусственного вскармливания, когда у женщины практически уже нет молока, до полного грудного вскармливания. Центр объединил начинающих бизнесвумен, которые смогли реализовать свой лидерский потенциал. В течение года за консультацией сюда обратились порядка 600 женщин. Среди них в большинстве те, кто указал в анкетах необходимость в профильном обучении, а также на получение услуги, сопровождение от ментора. В основном это консультации, оценка текущего состояния бизнеса. 55 женщин у нас прошли профильное обучение по таким направлениям, как кондитерское дело, швейное производство и бьюти-услуги. Больше 300 женщин посетили бесплатные тренинги и мастер-классы по социальному предпринимательству, СММ-обучению налоговому и бухгалтерскому учету. В целях продвижения местной продукции мы просим Акимат оказать поддержку в предоставлении мест для проведения ярмарок ремесленников. Главная цель проекта – стимулировать экономическую активность среди деловых женщин. Ведь благодаря им в регионе создаются новые рабочие места, активно развивается культура меценатства. К слову, только в Актюбинской области в сфере индивидуального предпринимательства количество компаний, которыми руководят представительницы прекрасного пола, составляет 57%. На базе Центра женского предпринимательства скоро откроется бизнес-инкубатор, а также стартует новый проект «Одно село, один продукт». Он нацелен на поиск уникальной продукции в регионе и поддержку местных товаропроизводителей. В основу программы взята кооперация, концепцию которой и будет продвигать Центр развития женского бизнеса. Лайла Уэсова, Жумат Ходейбергенов, телеканал ТТК-42, Актюбинская область.